Здравствуйте, в эфир Курзанское телевидение, программа «Взгляд» извинствился, события «Люди-мнение» в студии Анна Гегер. Сегодня мы заглянем на выставку, которая проходит в замке Ливонского ордена. Побываем в театральном доме Юра Сварты. Ну а начнем мы с советов гастроэнтеролога, как поддерживать здоровую пищеварительную систему. Оставайтесь с нами. Почти 80% клеток иммунной системы находятся в пищеварительной системе, поэтому ее хорошее функционирование напрямую связано с общим здоровьем и благополучием. Стоит особое внимание уделять здоровью пищеварительной системе. Пищеварительная система человека включает в себя не только желудок, но и ротовую полость, пищевод, печень, кишечник и так далее. Каждый орган играет свою роль. И если каждый механизм делает свою работу, то результат хороший. Либо не такой хороший. Как же сохранить здоровье пищеварительной системы? Надо внимательно следить за своим рационом. Например, в летний период, когда возникает желание больше быть на природе, готовить еду на свежем воздухе. Надо внимательно следить за тем, чтобы не подцепить кишечную инфекцию. Не стоит злоупотреблять шашлыками. Надо мыть руки, следить за тем, что ешь, насколько свежая еда. Конечно, надо обращать внимание и на то, какие напитки употреблять. Ведь могут возникать проблемы, а печень у нас одна. Не стоит пересаливать, пережаривать, переедать. Самый большой враг человека – сахар. Так что разные сладости, подслащённые напитки очень влияют на желудок, на печень и на всю пищеварительную систему в целом. Гастроэнтеролог советует утром натощак пить стакан воды и хорошо добавить несколько капель лимонного сока. Лимон способствует вырабатыванию слюны. А вода – это жидкость, которая необходима организму, потому что пищеварительная система содержит очень жидкую среду. Все соки, которые выделяются – это жидкость. А это и желчий, и желудочный сок. На жидкости, которую выпивает человек, базируется жидкая среда организма. Гастроэнтеролог Алдис Пудетис напоминает, вы здоровы настолько, насколько здорова ваша пищеварительная система. Сейчас в театральном доме Юра Сварты представлены две экспозиции. Выставка крупноформатных картин Сандры Стрелла и выставка фотоклуба «Кактус». Сандра Стрелла в настоящее время является одной из самых востребованных латвийских художниц в мире. Она регулярно участвует в зарубежных выставках, получая награды и признания как жюри, так и зрителей. На выставке под названием «Брикшни» представлены работы крупного формата, которые ближе всего Сандре. Средний размер картин – 2 на 4 метра. Эти картины из серии не состоявшейся в выставке «Брикшни», которая проходила в большом выставочном зале Рижского художественного пространства. Его площадь – 1500 квадратных метров. Там было 24 большие картины одной серии, одного рассказа. Я создаю картины с сериями. Каждая выставка – это новая серия. Я имею в виду именно мои большие выставки. И «Брикшни» – это частичка из одной серии. «Брикшни» были использованы как метафора. Каждый в картинах может увидеть что-то свое. Но чтобы понять, что художник хотел сказать своими работами, около каждой картины расположено краткое описание. У этой работы есть подтема. У моих работ редко такое бывает, но здесь присутствует. Это посвящение Музею Латвийского современного искусства. Мы знаем, что в Латвии до сих пор такого нет. Здесь я отобразила заброшенную новостройку. В Латвии довольно много заброшенных зданий или зданий, которые не используют. Я поместила туда свои работы. Они находятся под открытым небом. В какой-то момент они могут испортиться. Это как акцент на то, что Музей современного искусства нам все же необходим. На первом этаже, в выставочном зале, можно посмотреть выставку, посвященную трехлетию фотоклуба «Кактус», название которой – «Хьюман». Фотографы, развивая свою оригинальную идею, создали каждый свою серию работ. После трех лет активной деятельности в мире фотографии авторы пришли к выводу, что фотография – это не только увлечение, но и мощный способ увидеть, показать и рассказать. Ежегодно у фотоклуба «Кактус» есть главная тема, и у каждой темы есть подтема. Так как мы демократичные творческие фотографы, мы позволяем творить каждому в своем жанре и желаемом формате. Но в то же время мы придерживаемся темы, и каждый развивает свою подтему. Крис Кула назвал свою серию работ «Досье». На его фотографиях изображены глаза и руки его коллег по клубу, которые с удовольствием поучаствовали в создании этих снимков. «Почему же я выбрал части тела человека?» Здесь глубокая история. Глаза, как мы знаем, зеркало души. Рука по хиромантии – это прошлое и будущее человека. На правой руке можно увидеть, что человек сделал в своей жизни. Поэтому я прикоснулся и к глазам, и к рукам. Агнеса Пастера в своих работах объединила прошлое и настоящее, стараясь сохранить память о предках. На ее фотографиях можно увидеть ее бабушку в детстве и молодости. Идея была отобразить наши корни в переносном смысле. Это род, наследие семьи. Я не имею в виду материальные вещи. Речь идет о ценностях. Мои работы сделаны в технике двойной экспозиции. Я в старых маминых фотоальбомах нашла старые фотографии. Распечатала их и положила на черный планшет. И поставив фотоаппарат на место, с которого был сделан старый снимок, я сфотографировала. То есть один кадр на старую фотографию, потом ее убираем и делаем еще один кадр. В создании выставки «Хьюман» принимало участие шесть фудхудожников. Агнеса Пастера, Артурс Орбиданс, Гинц Дрейфогелс, Илзе Озуола, Крист Скула и Санта Атте. Обе выставки можно посмотреть в театральном доме Юра Сварты до 26 июня. В замке Ливонского ордена представлена выставка под названием «Ботаника». Благодаря работам художниц Лаймы Бикши и Сигны Ванадзине можно в мелких нюансах наслаждаться летом, цветами и овощами. Довольно много художников обращаются к медитации. Если естественное самовыражение художника не относится к социальному искусству, и если во время пандемии сейчас в условиях войны они не могут глобально решить в своем творчестве каких-то больших проблем, то они решают обратиться к медитативным методам, наблюдают за природой, отображают безупречную реальность и таким образом получают успокоение и дарят его другим. Есть вариации Сигны Ванадзине на тему полевых цветов. Яблоня, душистый горошек, там еще артишок есть, есть червивые грибы. Так и написано. У Лаймы Бикши картины в технике акварель, а у Сигны Ванадзине тушь, акварель и есть рисунки на бумаге, которую художница сама изготовила. Выбор для выставки очень летний. Конечно, не будем же мы в середине лета экспонировать зиму. Это было бы не милосердно, учитывая долгую прохладную весну. А мы бы еще продолжали. Это осознанный выбор из точки зрения времени года, да и мысль о ботанических иллюстрациях уже какое-то время не давала мне покоя. Название выставки провокационное. Что же это? Рисунки, искусство или наука? В выставочном зале также есть витрина, в которой представлены старинные книги с филигранными ботаническими рисунками. Их история начинается с V века, и они сохранились до наших дней. Древнейшие ботанические иллюстрации связаны с врачеванием, фармакологией. Особенно популярны они стали в XVII-XVIII веках. С историей Венсполского края связано следующее. Так называемый священник насекомых Хенрих Скавелс. Он священник из пузы. Здесь есть книга, которую он перевел. Она датирована 1860 годом. В ней появились первые обозначения растений на латышском языке. Также представлена книга «Штолы о грибах». Первое издание вышло ровно 100 лет назад. У нас помоложе издание – 1934 года. Эту выставку можно посетить вместе с детьми, которые увлекаются рисованием. Дети могут тоже порисовать, скопировать и распечатать прекрасные литографии из книги конца XIX века. Она великолепна. Можно делать даже комплект открыток. Думаю, такую идею осуществим. Так что можно брать детей, они будут рисовать, и пока взрослые наслаждаются искусством. Рисовать могут и взрослые. Это очень успокаивает, если не спеша раскрашивать. В других выставочных залах замка можно посмотреть выставку в зеленом. Она составлена из работ, хранящихся в фондах музея, и в которых доминирует зеленый цвет. Венспилский центр туристической информации приглашает на праздник «Лига Венспилс». Вероприятия начнутся уже сегодня, 20 июня. В 6 часов вечера в Венспилске смешанный хор Ливзаме приглашает встретить Яна в день с песнями. Праздничная тропа начнется от библиотеки Галлинцемс и закончится в саду музея Герберта Дорба. А вечером в 19.00 в театральном доме Юра Сварты состоится спектакль «Скродер Денес Силмачос». А в день солнцестояния в 15.00 в музее Герберта Дорбы начнется время рассказов. А вечером венспилчаны гостей города приглашают посетить Приморский музей под открытым небом. Там мероприятия начнутся в 9 часов вечера. Песни, танцы и традиции предков сопровождаемые зажением огненной скульптуры и медитацией у моря. А в пятницу 23 июня на рыночной площади пройдет праздничный рынок Лига, который начнется уже в 7.30 утра. А в 8 часов вечера в саду Рентя венспилский театр приглашает гостей на новую постановку под открытым небом «О, дорогая Блауманит!» Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! С 23 по 25 июня городской общественный транспорт Венспилси будет курсировать по расписанию выходных дней. Пятницу 23 июня как в субботу, 24 и 25 июня как в воскресенье. Для междугородних и краевых автобусных маршрутов, обслуживаемых предприятием Венспилс Рейс, особых изменений не планируется. Автобусы будут ходить в соответствии с информацией, которые указаны в расписании. Интерактивное телевидение «Балтиком». Подключай в комплекте с интернетом и смотри где угодно и когда угодно. В машине, в гараже и даже на даче. Всего за 5 евро 95 центов в месяц. До конца года. Подробнее на акции «Балтиком ЛВ». В Венспилской поликлинике и докторате на улице Кулдогас предпраздничный день 22 июня будет сокращенный рабочий день. С 8 утра до 17.00. 23 июня эти лечебные учреждения будут закрыты. Все три дня – 23, 24 и 25 июня – будут работать и пляжный аквапарк, и парк водных приключений, ледовый холл. На экране вы видите время работы, во время которого вы сможете хорошо провести время в праздничные дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok